уже через пять минут я почувствовал как стягивает лицо это первый признак того что трава очень серьезная я не предполагал даже насколько серьезно прошло еще минут 10 и тут наступил облом пришла мама ивана охлобыстина крепкая моложава я бы даже сказал сексапильная женщина лет 48 ваньку родила в 18 лет она как только вошла сразу просто обожгла нас негодующим взглядом после чего ушла на кухню ванька убежал за ней оттуда послышались ее слезы мы посидели в молчании минут 10 ощущение было как в детстве когда нас за распитием заставали у себя в квартире чьи-нибудь не вовремя вернувшиеся с дачи родители был какой-то детский испуг и недоумение вечер складывался не совсем по плану хотя и по плану сукачев сказал надо сваливать я с ним согласился мы торопливо оделись и ушли но когда шли к метро я что-то говорил о том что много музыкантов следит за его творчеством приглашал его к себе домой говорил что у меня есть гитара хорошая вино и что я хотел бы продолжить вечер он отказался сказал что поедет домой к жене мы попрощались и разошлись вот тут-то у меня все и началось я шел по снежной темной аллее вдоль вдоль дороги к дому двигался совершенно автоматически мне казалось что я как бы парю рядом со своим телом которое двигается очень медленно боже мой когда же закончится эта дорога дойти бы только до дому думала я самая страшная мысль была лишь бы не сбила машина когда я переходил проезжую часть я очень готовился к тому когда и как перейти мне дорогу параллельно в голове развивалась другая мысль как кадры из как рапид у меня перед глазами как-то хаотично прокручивалась вся моя жизнь было ощущение материальное какое-то ощущение такой невероятной материальной телепатии кто-то руководил моим мозгом мне показывали мою жизнь кусками вот мой шаг это уже было где-то там в детстве я также видел свою шагнувшую именно по той же дороге ногу где-то там в юности я также брался за ручку подъезда да ты понимаешь свою жизнь вот мама сестра отец вот наш восьми подъездный дом на пушкарской вот армия вот школа вот алушта вот таня твоя любимая на тебя ждет вся эта информация воспринималась мы в каком-то золотом теплом свете я я знал что только перед смертью люди видят всю свою жизнь было не страшно было жутко был какой-то восторг и благоговение перед этой силой перед энергии которая была всемогущей их было двое они постоянно находились где-то сбоку и сверху я спрашивал кто вы мне отвечали мы это вселенная мы можем оставить тебя в этом теле но перепрограммируем твою сущность а можем если ты пожелаешь этого взять тебя с собой или оставить в этом золотом пространстве в котором тебе сейчас так хорошо на которого ты так боишься ты же видишь что это не страшно это и есть то что называется вечностью вот они эти законы вселенной которая так жаждет познать человек и они показывали мне все эти слои разноцветные золотые прекрасные что со мной будет происходить после того как я пойду за вами оставлю это тело спрашивал их мысленно я и они показывали мне что будет это будет так говорили они я попадал в коридор какой-то густой темный воронкообразный с моей стороны коридор который у меня всасывало я проходил через узкую часть попадал широкую светлую и меня выстреливала оттуда уже не как единую сущность а разрывала на атомы и выплевывала эти атомы в светлую золотую бесконечность я превращался в миллион я эти маленькие я были круглыми прекрасными частицами которые являлись вселенной это и есть любовь говорили мне они это есть то для чего и как существует вообще все я был наполнен каким-то невероятным трепетом и благоговением они показывали мне смерть но я не боялся ее они говорили мне ты же давно стремился сюда рано или поздно ты сюда придешь хочешь ли ты сделать это сейчас или позднее какая разница но если хочешь мы тебя можем перепрограммировать изменить твою программу и ты еще поживешь на земле но сущность твоя будет уже другая мы можем вывести тебя на другой уровень я хотел одного как живой человек я хотел дойти скорее домой к татьяне в моей голове пронесся вихрем сценарий того как я приду как повешу свою куртку сниму ботинки пройду на кухню попью чаю и скажу танечка спасай меня после этого пойду в комнату лягу на кровать таня будет меня гладить перебирать мои волосы я закрою глаза и улечу в эти бездны в это великое пространство теплое и золотое действительно я просто увидел ближайшее будущее я пришел домой снял куртку повесил ее именно так как видел это несколько минут назад прошел в другую комнату разделся зашел на кухню сел на свое любимое место у окна налил чаю у меня страшно липко было во рту постоянно хотелось пить закурил рассказал таня примерно одну десятую того что я ощущаю все было по тому сценарию который был у меня в голове до этого на улице чувствовал где то в уголках сознание только необходимость с этим бороться я встал попросил таню погладить меня по голове я зашел в спальню и лег на спину пришла таня и страшно испугалась моей бледности у тебя все белое даже уши и губы сказала она только не давай мне спать попросил я она сидела рядом считала мой пульс и гладила меня по животу круговыми движениями по груди и по голове я лежал не в силах пошевелиться чувствуя как в солнечном сплетении находится нечто материальное некая некая светлая теплая золотая сущность величиной с детский кулачок или яйцо и оно это золотое яйцо как бы наполовину в моем солнечном сплетении а наполовину снаружи quote и и д вот Продолжение следует...